доброе утро ребята сегодняшнее утро мы решили начать дело которое долго я откладывала на которое не находилось времени это наконец-то помыть собаку после дачи в общем как говорится надо съесть лягушку с утра то есть сделать какое-то тяжелое неприятное дело с утра вот мы этим и занялись почему тяжелое почему почему неприятное потому что долго муторно собака большая когда я ее мою я мою ее двумя шампунями сначала обычным а потом вот таким вот противоаллергенным шампунем это шампунь для людей аллергиков у кого аллергия на собаку я на всякий случай промываю собаку таким шампунем потому что у артемия по анализам супер легкая аллергия на собаку прям вот минимум минимум но какая-то реакция есть поэтому на всякий пожарный мы приобрели такой шампунь по рекомендации лора вот хотя мне кажется в червале не играет но все равно на всякий случай вот после того как мы моем собаку мы обязательно вычесываем и сушим шерсть летит по всей квартире тут мы еще потом пылесосили всю квартиру я мыла всю ванну и в общей сложности у нас весь процесс занял около часа дети мне активно помогали как вы едите мы пошли на улицу гулять сегодня идем на площадку сейчас в аптекте зайдем сначала и сегодня будет первый выход в городскую песочницу арины я долго думала как ее одеть вот в итоге одела вот так потому что что-то колготки мне жалко посмотрим как она как фермер она похожа на фермер жена очень сверху как девочка снизу как мальчик картошки на кроссовке смотрите карманчик или не найк это нью баланс и это это штанишки его синенькие сейчас в самый раз еще мы поняли что мы оставили на даче все лопаточки совочки для песочницы и надо будет завтра сходить детский мир и купить набор сегодня взяли какую-то пластику вы знаете такую ложечку аришки с ведрышком маленьким и больше ничего нет мы уже подошли к площадке сегодня мы будем именно тусить да теме то площадке сделала не на камеру это как я в усаду хорошо давай ой мамочки обалдеть довольны арки арина сейчас точно удивится потому что никогда ее на площадке еще не выпускали в городе с посмотрим на реакцию человека арина пойдешь играть хочешь пойдешь пойдешь там где выживание там где выживание там где четвертый не хочет ведь я размягчу там где выживание ой вставай мне не обязательно вставать да скажи буду сидеть так тоже ничего выбрала более безопасный способ передвижения арина 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 вон там песочница хочешь покопаться идем копаться да неустойчиво непривычные в кроссовках она кстати до них доросла как раз летом они и велики были так что мы вон отделались покупки тех сандалий и все она уже доросла до этих кроссовок а дальше вообще уже осень единственное я и покупала комбинезон ну такой тепленький на лето с закрытыми ножками и мы его надели два раза а теперь она начала ходить и получается надо его уже все отдавать продавать давай доставай у тебя же там были где то ну что ты лопаточку найди она вон хочет есть нельзя копай туда песочек складываем в ведро в ведро песочек складываем а я откапываю мокрый песок смотрите сколько мокрого песка так в аптеке что купила во первых эти симбиотики взяла и нам взрослым и детям еще подавать потому что все эти конечно ротовирусы не прошли бесследно как-то я чувствую что ЖКТ еще у нас у всех не восстановился поэтому я взяла и детям и нам вот потом взяла вот такую таблетницу для шеру потому что он все время забывает пить витамины вот я хочу ему разложить короче чтобы он по дням пил вот еще взяла вот такую вот омегу от этого от солгара большую потому что мы ее пьем с витамином D ну вот прям нон-стоп круглый год это хорошее по качеству ее многие врачи рекомендуют и взяла еще тоник от биодермы потому что у меня кончился мой тоник из бокса с корейской косметикой и его нигде нет наличия этого тоника а мне теперь плохим уже и не хочется лицо мазать потому что ну кожа прям стала вообще очень хорошая вот поэтому я решила надо что-то взять в аптеке там виши было и биодерма я решила это попробовать я надеюсь оно стоит своих денег конечно не дешевая штука вот но короче потом расскажу что как понравилось или нет вот такая вот закупочка зашли для аптеку мы ставили кучу денег но здоровье стоит деньги сегодня я решила позаниматься в основном сделав упор на ягодицы на диастаз и на спину вот засняла часть тренировки очень мне нравится делать ягодичный мост вместе с Ариной потому что за пять минут можно добиться такого эффекта как без утяжеления минут за двадцать поэтому я ее хватаю и под музыку просто включаю себе один из своих любимых треков и под музыку качаю мышцы прям реально получаю удовольствие и вообще считаю что спорт должен приносить удовольствие пускай он не приносит идеальную фигуру так бы я уже давно пошла в спортзал на эти качаться вот чтобы прям быть такой вот как с картинки но мне это скучно поэтому я просто занимаюсь тем что мне дарит удовольствие кстати на диастаз продолжаю делать упражнения необычные упражнения на пресс именно для закрытия диастаза видите вот мне тут активно мешали просто по максимуму потом нужно увидеть мое выражение лица потому что когда мне тяжело я и так на пределе и тут вот еще вокруг вот это шумих но я все-таки часовую тренировку сделала и вот эти упражнения они прокачивают косые мышцы живота и не увеличивают диастаз то есть расхождение по белой линии а вот это упражнение девочки это для меня одно из самых сложных выглядит просто ну елки-палки как мне тяжело тут по идее вы должны наклоняться до параллели с полом я вот не могу ну то есть это настолько трудно удержать свой вес тела что я вам делаю ну не в пол силы ну две трети от того что надо сделать и потом у меня реально все болит на следующий день ну короче тренировочка была убойная я с собой очень довольна результат уже налицо за что я люблю доставку за то что мне не надо это все тащить самой домой тут 33 килограмма продуктов 33 поэтому я на доме заказываю каждые 3-4 дня сейчас это все разложу и будем играть вторую партию с Артемием сыграли в шахматы вчера и позавчера он меня обыгрывал а сегодня я ему поставила шахма вот он сидит в печали расставь нам фигуры заново пока я раскладываю продукты так тут вот ходит Рекса ой очень надеется что ее поскорее пустят обратно в спальню я просто ее забрала оттуда потому что когда приходят курьеры Рекса сидит за кроватью и лает и слово тихо она вообще не понимает и она начинает в лучшем случае булькать там ну естественно Арина просыпается поэтому это если кто-то приходит то мы Рекса забираем я добралась до ванны хочу смотреть в камеру но смотрю где это видео няня потому что Арина выручается вот в общем буду сейчас умываться чуть спать охота пока я детей уложила Арина сегодня заснула рано пол восьмого снула да у нее устал режим практически как у маленького Артемия удобно ну вот один сон и ложится рано вот но потом она просыпалась несколько раз потому что жарко ну не то что жарко спать жарко мы привыкли спать когда меньше двадцати градусов сейчас няня показывает что двадцать пять градусов в комнате это реально ну для нашей семьи неприятно и Арина она просыпается я ее вообще раздела оставила в одном подгузнике и ночью ну вот прошедшие тоже раздевала потому что слишком тепло вот и короче она просыпалась и туда-сюда пекала с Артемием два раза в шахматы сыграла почитать ему не успела в итоге тут уже пришел Лешер мы начали разговаривать я была такая голодная потому что я хотела есть где-то в семь уже да но я пошла укладывать арину и в итоге я села есть в девять копеек я просто уже была готова съесть слона я ходила такая Лешер такой что случилось я говорю у меня все хорошо я голодная и я наелась я поужинала и я потом съела пол дыни и теперь я хочу спать у меня что такая тяжелая голова вообще так что я сейчас умоюсь и буду ложиться надо убрать на место вот кстати спросила девчонок кто чем чистит чугунные ванны вот мне посоветовал для Сиф я его взяла потому что надо завтра мыть ванну воскресный день уборочка ну или в понедельник посмотрим ну короче уже пора этим заняться да интересно может это сделать это маникюр сделаю хотя я все равно в перчатках делаю просто моя левая рука моя правая рука я к этому мастеру под дулом пистолета дадим потому что я привыкла ходить по шесть недель без отслойка они вот так вот завтра у меня будут минимальные ногти я уже выбрала цвет можете попробовать угадать в коментах но я уже точно знаю какой я сделаю снова 1 тонн вот а длина будет самая маленькая потому что тут без вариантов просто поскорее уже пойти вот ладно все я буду прощаться я чуть-чуть подустала как-то видимо еще тренировки дело сыграли так что все всем пока хороших выходных хорошего воскресенья